всем привет друзья сегодня я хочу рассказать вам традиционно как обычно что случилось в англии что случилось с моей квартирой и вообще с тем местом где я живу остров white что случилось пока меня не было вот уже у нас эта традиция и поэтому не будем ее нарушать вот мы уже приземлились и я уже на прекрасной лужайке с красивенькими маргаритками это просто рядом с моим домом и сейчас я вам все подробно расскажу и покажу что происходит но вот вы знаете сразу хочу сказать что такого вроде грандиозного особенного ничего не случилось слава богу с моей квартирой ну и то сказать не было то меня всего лишь две недели а вот все таки случилось многое я сейчас вот подошла к своей двери вам показываю свои цветочки которые тут кое-как выжили ну и давайте посмотрим все поподробнее вот смотрите приехала я и вижу что здесь сменили уже табличку квартира моего соседа снизу продано sold написано никаких конечно пока особенных подробностей я не знаю а еще туда по моему даже не заселились и вот приезжают тут машины автомобили уже какие-то другие новые ну вот пока я так понимаю им ключи еще не отдали по крайней мере как по английским законам это все происходит продают заключают договор и потом юристы работают на по оформлению документов знаете в общем то от трех до шести месяцев поэтому я думаю что это еще пока не мои новые соседи а вот что касается вот этого дома напротив видите вроде как тоже получается наши соседи вот дверь возле которой стоят все эти мусорные баки и видите что рядом с этой дверью и там возле окна выставлены уже ванная старая какие-то старые вещи все это выносится уже две машины вывезли мусора и как я узнала от своей соседки что вот этот вот мужчина который там жил помните я вам показывала даже как приезжала к нему скорая помощь как его тут вывозили на кресле кресле он был неходячий сказали что он сломал себе шею так вот этот мужчина он умер подробности я не знаю честно сказать вообще мужчина был не старый ему по моему было где-то что-то чуть больше сорока лет а вот ну и он жил тут один и к нему иногда приходила сестра там убиралась а потом к нему постоянно ходили эти соц работники и медсестры санитар очки они ему там делали какие-то уколы обезболивающие я уже вам эту историю не рассказывала поподробно каждый раз показывая как к нему буквально каждую неделю приезжала скорая помощь а иной раз и не одна и стояли они очень долго тут а что было с этим мужчиной я уж не знаю но в общем умер так вот опять же понимаете как говорится не хочется о грустном но как-то тут сразу закипела работа наверное что сестра его затеяла этот ремонт в общем я же говорю что я честно говоря не в курсе просто к сожалению получилось так что я оказалась невольным свидетелем всего этого хотя дам я и внутри то даже никогда не было и знать не знаю этого мужчину но вся эта история она разворачивалась на моих глазах так хватит о грустном давайте послушаем музыку ну не прелесть ли друзья эти уличные музыканты это город порту уже португалия я дала вам послушать эту великолепную скрипачку которой аплодировала вся площадь и многие даже приходили сюда рассаживали здесь на ступеньках большого храма и слушали ее очень долго и я как вы видите тоже одна из таких благодарных слушателей а вообще я думаю что порта он еще у нас впереди я вам специально видео конечно же сниму об этом городе великолепном красивейшим и очень музыкально по поводу моих цветочков вы знаете они у меня конечно такие стойкие оловянные солдатики и вот даже мой красавец этот декабрист посмотрите он все таки пытается цвести хотя если присмотреться видите у него такие пожухлые здесь листики он стал только-только немножко отходить но все равно знаете видите вот он теряет свои цветы вот до конца еще даже цветы не распрустились и они уже сброшены и здесь вот тоже все это он сбросит уже очень жалко на нем было столько почек красавчик он у меня первый раз решил зацвести и решил зацвести в апреле хотя он декабрист да ну вот не дала я ему бедному я вернулась он уже такой на последнем издыхание я его конечно же стала оживлять подкормила полила но хорошо что не сбросил вообще-то он все свои цветы немножко меня радует а что касается остальных суккулентов вот смотрите у меня только суккуленты и выжили вся моя красавица королевская герань практически пропала а суккуленты так ничего знаете чего не скажешь о моей герани вот так она себя чувствует и по моему она уже не выкарабкается пропадет вот этот мой декабрист старый при старый ему наверное лет пять он приехал сюда вместе со мной в эту новую квартиру ну и он моих издевательств тоже не вынес он практически умирает хотя если кто-то помнит я показывала как он свел у меня всегда шикарно вот зато денежное дерево видите она себя прекрасно чувствует она уже мне практически закрыла пол окна замечательно никаких проблем ну и вот они все мои эти суккуленты которые живут себе прекрасно и хотя они растут медленно очень но ничего красавчики такие и вот эти себя чудесно чувствуют да видите а вот знаете интересно так что эти почти погибли потому что очень были сухие и знаете почему потому что я их выставила туда на крышу думала что все-таки какой-то дождик будет им там будет лучше под дождиком веселее оказалось ничего подобного а вот еще интересно знаете я никогда не была сторонницей вот эти магнитики клеить на холодильник но вот почему то знаете меня это тоже увлекло и я тоже втянулась и стала теперь привозить вот мои последние приобретения приобретения это порта это сантьяго де компостела и вот еще сантьяго остров вайт видите отсвечивает к сожалению венеция венеция у меня не очень красивенькая вот правда еще одна есть это мне мой любимый внук подарил гиф так вот это у нас вьетнам очень красиво по моему и вот еще у нас вьетнам ну чанг такой да а здесь мой любимый город новочеркасск скучаю и когда еще побываю там одному богу известно а это Таиланд тоже почему то совсем одна такая у меня здесь память и русские матрешки сувенирчик а это уже испания снова сантьяго де компостела и слушали мы очень очень часто вот эту вот волынку вы знаете я перепутала сначала с жалейкой имея в виду конечно же шотландскую волынку и мои конечно же зрители знают очень многое и они сразу сказали что это никакая вам не волынка а это называется гайта так вот я открыла конечно же сразу посмотреть почитать что такое волынка и что такое гайта и я вам могу сейчас это объяснить волынки это традиционные музыкальные инструменты у многих народов Европы и Азии каждый народ привносил в этот инструмент свои особенности испанская волынка называется гайта вот она как раз тут и перед нами я нашла также что такое жалейка народный музыкальный инструмент русских и белорусов вот как он выглядит и давайте послушаем как он звучит по-моему звучание этих инструментов волынки и жалейки очень похоже ну а еще напоследок я конечно же поворчу опять по поводу цен в Англии цены вы знаете растут просто на все посмотрите цену нынешнюю на обычный рожок 3.25 3.50 если с палочкой самое еще интересное что они они были все 2.50 от силы ну и деваться некуда поворчала я конечно но купила решила себя порадовать мороженое мороженое конечно вкусное но тут еще меня англичане удивили не знаю может и у вас такое есть а здесь я вот впервые посмотрите мороженое для собак представляете с витаминами С омега-3 гликозамин вот так а кафе обычное для людей а на сегодня у меня для вас все друзья пожалуйста берегите себя в это трудное время всем удачи всем пока-пока а